В Париже лидеры европейских и африканских стран пытаются решить проблему беженцев. В столице Франции стартовал саммит по вопросам мигрантов, а пока местная пресса раскопала компромат на итальянские власти. Кто и кому давал взятки, как в этой истории замешаны Ливия. Продолжит Елена Абрамович. Минус 86%. Такая впечатляющая статистика снижения количества мигрантов, которых спасли в Средиземном море и привезли в Италию. Это сравнение данных за август нынешнего и прошлого года. Чтобы добиться такого результата, итальянские разведслужбы якобы заплатили торговцам людьми 5 миллионов долларов, утверждает издание Middle East Eye. Официальный Рим пока не отреагировал на эти обвинения. Но две недели назад министр внутренних дел Италии действительно прогнозировал значительное улучшение статистических показателей. Мы до сих пор в тоннеле. Он длинный, но впервые я начинаю видеть свет в его конце. Нам было очень важно вмешаться в ситуацию по ту сторону Средиземного моря. И мы сфокусировались на Ливии. Ливийская береговая служба активизировалась. Теперь патрулируют значительно большие территории. Заручились поддержкой европейских антимигрантских движений. Беженцев стали активнее задерживать и депортировать. А волонтеров, которые обычно спасали мигрантов от гибели в море и помогали добраться до берегов Европы, стали выдворять из акватории Средиземного моря. Вот судно группы «Защитим Европу». Их цель – остановить в Средиземном море работу общественных организаций, которые почти ежедневно спасают беженцев. Две гуманитарные группы «Си Ай» и «Врачи без границ» все же приостановили свои спасательные операции. Пожаловались на угрозы со стороны ливийской береговой охраны и ненадлежащее обращение с мигрантами. Немецкий канцлер Ангела Меркель пообещала провести расследование этой ситуации. Ведь именно Германия официально финансирует работу ливийских патрульных и их обучение. Тем временем Берлин договорился об уменьшении потоков беженцев с Каиром. В этот раз речь идет об улучшении условий жизни мигрантов в Египте. Эта страна – транзитная точка для тех, кто пытается добраться в Европу. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности – Европейское бюро телеканала «Интер». Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности – Европейское бюро телеканала «Интер». Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности – Европейское бюро телеканала «Интер».